С 15 по 17 марта в России пройдет то, что либеральная оппозиция называет переизбранием Владимира Путина, а российское законодательство выборами президента Российской Федерации. В каких условиях происходит избирательная кампания, есть ли у россиян выбор и какую стратегию выбрали Кремль и оппозиция, в том числе и по отношению ко временно оккупированным территориям Украины. Об этом мы поговорили с российским политологом Дмитрием Орешкиным. Он считает, что выборы в России не имеют того функционального смысла, что был 20 лет назад, называет их электоральным обрядом. При этом считает, что эта процедура очень важна для Кремля. Это очень важный для власти ритуал, который подтверждает могущество, незаменимость, единственную возможность Владимира Владимировича Путина представлять Россию, быть ее защитником, вождем, отцом, вдохновителем и так далее. Вот эта ритуальная составляющая, она, мне кажется, доминирует. Этот ритуал очень важен для Кремля, поэтому говорить, что эти выборы бессмысленны, неправильно. Они имеют смысл, просто совершенно не тот, который принято иметь в виду в Европе. Это никакой не механизм смены власти, это никакой не механизм политической конкуренции, это механизм демонстрации единства между властью и народом. Ну, примерно как советские выборы, когда 99,9% каждый раз как бы голосовали за нерушимый блок коммунистов и беспартийных. Известно неплохо, чем это кончилось. Потом, в продолжении 15 лет, выборы были не идеальные, но, во всяком случае, точно конкурентные. И избирателям там принадлежало решающее слово, наряду со словом региональных и прочих элит. Сейчас избиратели тоже не совсем лишены слова. Это тоже, говорить так, что здесь все уже схвачено и вполне предсказуемо, не совсем точно. Нет, но это слово значительно менее весомо, чем слово региональных элит, медийных элит, силовых элит, административных элит, каких угодно еще. Но, тем не менее, вот эту процедуру, этот ритуал, обряд необходимо проводить как демонстрацию того, что Путин контролирует ситуацию. Никого, кроме Путина, в России, матушке, нет и не может быть. Ну и для того, чтобы убеждать тех, кто сомневается или колеблется, в том, что один лидер, одна страна, один электоральный обряд. А вот, как Дмитрий Орешкин называет претендентов на президентское кресло, уже зарегистрированных ЦИК в качестве кандидатов. Действительно, поскольку у нас четко выраженная автократия, уже переходящая в тоталитарную власть одного человека, от него и от его личной оценки ситуации зависят чрезвычайно много, ну почти всего. Соответственно, те, кто перед ним ходят на цыпочках, хотели бы, чтобы этот обряд был ему приятен. Поэтому они говорят, что там молодежи, наверное, там не будет. На мой взгляд, это ошибочный диагноз, потому что гораздо важнее для сути этого обряда, чтобы народ, который, в общем, довольно просто устроен, на котором довольно просто можно манипулировать с помощью разного рода обрядов, в частности, электорального, народ убедился в том, что вот есть великий, могучий, ужасный, но справедливый Владимир Владимирович Путин, который дает отпор Западу, поднимает Россию с колен, заставляет ее уважать и так далее и тому подобное, весь этот поток сознания, который льется с экранов телевизоров, чтобы это было подтверждено такой четкой ментальной архитектурой, когда есть Путин, гранитный, бронзовый или, может быть, золотой, ростом 80%, и рядом с ним, ростом не выше голенища, ну, какие-то там мелкие объекты ритуального заклания. Не важно, какого ни возраста, важно, чтобы их рост был не больше 3%. Поэтому предполагалось, что должны быть представители самых разных политических направлений, которые в России существуют, значит, коммунисты, националисты-жириновцы, скажем, в идеале, возможно, даже какие-нибудь там сталинисты и либерал-демократы в лице либо Даванкова, либо Надеждына. И 17 марта проходит обряд ритуального заклания этих агренцев на капище почитания Владимира Путина. Они должны были набрать по 2-3% и таким образом продемонстрировать народу, что, ну, вот у нас демократия-то она есть. На этом фоне неожиданностью для Кремля стал Борис Надеждин, считает Дмитрий Орешкин. Его вывели на арену как вполне предсказуемого игрока от условного европейского сектора российского мышления, который должен был набрать 2-3% и продемонстрировать убогость европейской, антипутинской и антивоенной позиций. Скорее всего, считает политолог, это означает, что Надеждина не зарегистрирует кандидатом в президенты. На момент записи этого интервью решения российского ЦИК о судьбе Надеждина нет. Надеждин оказался достаточно сильным человеком, вопреки своей такой плюшевой внешности. И он повел эту работу всерьез. И оказалось, что действительно десятки тысяч людей готовы стоять на морозе в очереди для того, чтобы сдать подписи в его поддержку. И оказалось, что социологи, в том числе и закрытые социологические опросы, сулят Надеждину результат ближе скорее к 10%, чем к 2%. А это значит, ритуал может выглядеть или дать совсем не тот результат, который ожидался. В идеале должен быть один Путин из медиа или золота, или стали, булата, чего угодно еще. И рядом с ними какие-то там мелкотравчатые. А тут получается, если Надеждин набирает 10% или, например, 12%, как на прошлых выборах набрал кандидат от коммунистов Павел Грудинин. И было скандальное решение, потому что всего-то 12%, но все равно есть кто-то, кто не близок к нулю. Это, видимо, кремлевских стратегов расстроило. А если вдруг 10-12% набирает противник войны, ориентированный на Запад, который отстаивает либеральные ценности, то это вообще немыслимая ситуация. Поэтому Надеждин где-то в середине января окончательно перешел из ранга приемлемых, умеренно плюшевых кандидатов в ранг неприемлемых. И уже тогда стало понятно, что его, скорее всего, не зарегистрируют. Сегодня стало понятно, что его с вероятностью 99% не зарегистрируют. Остается, конечно, еще один стремящийся к нулю процент того, что все-таки вдруг что-то произойдет. Мы же не все можем предсказать. Но, в общем, мне кажется, все понимают, что Кремлю Надеждин в бюллетене не нужен. Может собрать непозволительно много. Не стоит от Надеждина ждать заявления о том, что СВО – это война пламенных речей в поддержку Украины и обещание вернуть ее законные территории, говорит Дмитрий Орешкин. Этим он даст повод посадить себя в тюрьму. Поэтому он аккуратно выбирает слова, говорит политолог. Те, кто негодует и требует, опять же, от него пламенных речей, просто не понимают, по всей видимости, той ситуации, в которой он находится в России. Мне Надеждин чрезвычайно дорог, хотя у него есть куча недостатков, и я их прекрасно знаю, в том числе и политических, как фокус, который собирает антипутинскую повестку. Наверное, она кому-то в Украине не нравится. Но работает Надеждин на российском электоральном поле. Так вот, я хочу обратить ваше внимание на то, что Борис Борисович Надеждин. Ни слова, не говоря о том, что надо вернуть Украине отнятые, оккупированные у нее территории, тем не менее, при сборе подписей не собрал ни одной подписи из Крыма, из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, которые как бы Россия считает своими. Там не было просто его работников. Он, как умный политик, он не говорит об этом публично, но он эти территории России не считает. И те, кто умеет читать невербальные сообщения, понимают, что там не было сборщиков подписей за Надеждина. И я думаю, что он, будучи дальновидным человеком, в своих 105 тысячах подписей, представленных в ЦИК, не допустил ни одной из этих оккупированных территорий. И разве это недостаточно красноречивое высказывание на языке конкретных дел? Нет, наша демократическая общественность требует. А вот ты скажи! Ну да, он скажет, и после этого сядет. И будет еще один Навальный в тюрьме. Если вас это устраивает, хорошо. Мне кажется, это неконструктивным подходом. Поговорили мы с Дмитрием Орешкиным и о стратегии российской оппозиции. С одной стороны, форум «Свободная Россия», объединяющий часть оппозиционных Кремлю политиков, по сути, объявил этим выбором бойкот. В то же время другие оппозиционные политики убеждают россиян проголосовать и сделать это так, чтобы было видно, кто голосует против Путина, прийти на участки к 12 часам. Вот что Дмитрий Орешкин рассказал о том, как планирует действовать оппозиция, если в бюллетенях не будет Бориса Надеждина. Сторонники Гарри Каспарова, они упорно полагают, что эти выборы следует бойкотировать. Это очень христианская оппозиция. Блажен муж, не ходящий на собрание нечестивых. Вот Гарри Кимович, известный своими православными склонностями, вольно или невольно именно эту позицию транслирует. И она встречает понимание у значительной части протестно настроенного электората. Да не пойду я туда. Отлично, молодец. Не ходи. Сиди в белом пальто. Умница. Тебе за это подарят тульский пряник. Альтернатива какая? Навальный предлагает голосовать за любого, кроме. На мой взгляд, это гораздо лучше, чем не ходить на выборы. Но это не оптимально. Более оптимальный вариант, уточняющий вариант, не противоречащий Навальному, а скорее его усиливающий, предлагает Максим Кац. Он говорит, давайте устроим акцию «Полдень против Путина». То есть придем на участок. Некоторым даже говорят, вы можете прийти, если вам так противно голосовать, не голосовать. Но вы можете прийти к участку и устроить таким образом флешмоб в скобочках демонстрацию протеста в 12 часов дня 17 числа. Хорошая идея. И очень важно, что она не противоречит идее Навального. Ты можешь прийти к участку, а потом можешь пройти, проголосовать за кого-то против. Есть еще третий шаг. И я его сторонник. Но, по-моему, я в одиночестве пребываю среди оппозиционно настроенных людей. Который заключается в том, что надо прийти в 12, поучаствовать в акции, которая называется «Полдень против», потом прийти на избирательный участок, взять бюллетень и среди тех, кто называется «любой», кроме Путина, найти одного кандидата, который может справиться с функцией отсутствующего Бориса Надеждына. То есть консолидировать протестные голоса. И это будет кандидат, не имеющий фамилии. Кандидат, который называется НД. Потому что недействительный бюллетень считается, входит в число 100%. И он может рассматриваться точно так же, как любой из кандидатов. Он на равных правах участвует. Надо его просто рассматривать как человека по фамилии Энский. Начинается на «Н», кончается на «И» краткое. Как, кстати, и фамилия Навального. Вот он входит в число 100%. Он вас точно не обманет, потому что он вам ничего не обещает. Он вам никак не противоречит, потому что он не исповедует ни либеральных, ни социологических, ни нацистских, ни коммунистических ценностей. Он в чистом виде позиционирует себя как протестное голосование. Против войны, против Путина, против всего этого. Недействительные бюллетени считаются. Входят в число 100%. Моя мысль заключается в том, что грамотно, вежливо, без истерики, испортив бюллетень. А испортить бюллетень надо умеюще. Для того, чтобы бюллетень стал недействительным, он должен отвечать формуле, которая записана в избирательном законодательстве и правоприменительной практике. Недействительным считается бюллетень, по которому нельзя однозначно установить результат волеизъявления избирателя. То есть, если вы в окошечках, поставленных против фамилии Харитонова, Путина, не знаю кого еще угодно, поставите 2-3 галочки, то получится непонятно, за кого вы проголосовали. Такой бюллетень вкладывается в папочку, в стопочку, которая называется НД, недействительный, и входит в число 100%. Обычно это до 2% от общего числа голосования. Если бы мы смогли довести его, скажем, до 7-10%, это был бы скандал, потому что все остальные наберут до 5%. Слуцкий и все остальные, дай бог им здоровья, не потянут больше, чем на 5%. И если бы удалось вывести недействительный бюллетень на второе место, то, мне кажется, это было бы в значительной степени оплеуха вот той электоральной парозии, тому электоральному ритуалу, в который путинская вертикаль превратила выборы в Российской Федерации. Это был комментарий российского политолога Дмитрия Орешкина. В студии работал Роман Спиридонов.